Я снова всех приветствую, друзья, с вами Холодильник. Сегодня мы поговорим про Escape from Tarkov. Появилось пару интересных новостей, которые хотелось бы с вами обсудить. Это новые ответы Никиты Буянова, немного подробностей про патч 0.10.5. Разберем новые скриншоты, которые у нас появились буквально вчера в основной группе Escape from Tarkov. Поэтому, друзья, давайте приступим. Сперва хотелось бы обсудить вопросы с сайта Reddit для Никиты Буянова лично. Недавно у нас была тема с вопросами к Никите со стороны нашего комьюнити на форуме игры. Я так понимаю, небольшая ответочка для англоязычных пользователей. Первый вопрос для Никиты касался диких. Будут ли они блуждать или патрулировать большие области на локациях, нежели сейчас они занимают небольшие зоны на локации и вот остаются в пределах их. На что Никита ответил, что будут боты себя вести более реалистично, но вот точно ничего он не сказал. Сейчас есть возможность при игре за Дикого пообщаться, скажем так, с искусственным интеллектом и попробовать его с собой позвать. Так вот, боты идут и буквально доходят до определенной какой-то области, в пределах которой эти боты были заспавнены изначально, и дальше они никуда не хотят идти. То есть, как бы сам смысл с собой позвать искусственный интеллект уже теряется в некоторых моментах. Хотелось бы, конечно, увидеть, как себя боты будут вести, когда, допустим, рядом нет противников, нигде не слышно стрельбы, где они не просто патрулируют, а они, допустим, просто там сели, не знаю, вокруг костра и наблюдают за звездным небом, если это происходит ночью. Ладно. Следующий вопрос, касаемый МП-7, который у нас должен появиться буквально в следующих обновлениях. Какие будут боеприпасы для МП-7? Четыре типа боеприпаса, и об этом мы уже знали. Калибр будет 4.6 на 30 миллиметров. Это особый калибр, который использует, по сути, только МП-7 и еще некоторые пистолетопулеметы, типа UMP. В общем, типы патронов следующие. Subsonic SX. Это дозвуковой патрон, который используется в версиях МП-7 с глушителем. Естественно, этот патрон используется только в специальных подразделениях, и о нем какой-то вот точной информации нет. Касательно патрона АП, Armor Penetration, так сказать. Это достаточно хороший и серьезный патрон, имеет скорость 680 метров в секунду. Способен пробивать полуторамиллиметровую титановую плиту, либо 20 слоев кевлара с дистанцией 200 метров. То есть, это патрон, который можно вести оптимальный огонь свыше 100 метров, и при этом не теряя какое-либо бронепробитие, скажем, самого по себе боеприпаса. Патрон Action SX. По сути, экспансивный боеприпас, который наносит максимальное количество урона, при этом способен пробивать некоторую броню. Имеет скорость 690 метров в секунду, и по большей части используется на коротких дистанциях ниже 50 метров. Последний патрон это FMG, то есть, по сути, обычный боеприпас, который используется повседневно с МП-7. Имеет начальную скорость 620 метров в секунду, и дистанцию ведения огня до 200 метров, при этом до сотни метров имеет максимальные показатели бронепробития, которые очень схожи с показателями пробития бронебойного патрона на расстоянии 200 метров. То есть, по сути, мы получаем оптимальный набор патронов для оружия, и касательно показателей самого по себе боеприпаса 4.6х30, в его модификациях могу сказать, что да, скорее всего, МП-7. Это будет самый мощный пистолет-пулемет, наверное, до выхода на П-90. Дальше касательно вопросов, будет ли переработан заброневой урон в патче 0.10.5, или останется как есть, или вообще будет убран. Что Никита говорит, он будет переработан в 10.5. На данный момент заброневой урон работает крайне нестабильно, и не совсем понятно, как он вообще происходит. Если вы, допустим, используете серьезный такой боеприпас, к примеру, пулевой патрон 12-го калибра, и стреляете, к примеру, по бронежилету 3-го класса, вы не пробиваете урон, но вы можете просто ланшотнуть противника. И иногда это крайне странно, потому что иногда даже не только 3-й, но и 4-й и 5-й класс защиты может также лечь от такого же самого патрона. Также касательно касок, тут бы тоже хотелось бы увидеть какую-то переработку. Тут уже обратная ситуация, когда шлем вроде бы 3-го класса защиты, где боеприпас должен, по крайней мере, не пробивать 3-й класс защиты, но серьезный боеприпас, который попадает в голову. Естественно, заброневая травма должна быть критической. Какие есть новости по Remington 700? Модели выглядят потрясающе, и нам нужна снайперская винтовка ДНАТО. В 0.11 появится Remington 700, винтовка будет первая из снайперских винтовок нерусского производства, на данный момент у нас их 3 сейчас, да, может быть, СВД, кстати, тоже выйдет в патче 0.11, было бы интересно посмотреть на это противостояние Remington 700 против СВД, хотя тут как бы очевидно, все-таки это разный тип снайперских винтовок, СВД явно здесь будет выигрывать. Сколько модов будет на Мосинку в ближайшем патче, хотя бы приблизительно? Около 12 модов, насколько я помню. И тут же интересный вопрос по поводу квестов, которые должны открывать моды Мосинки. Они начнутся тогда же, когда появятся новые квесты у Механика, или бы раньше? Квестовая линейка на моды начнется раньше. То есть не все так просто получается с этими модами, они не просто будут появляться где-то в продаже, но их надо будет открывать. И опять же, это будет все у Механика, касательно вознаграждений за занятия в топ-местах в рейтингах. Будут ли они вообще? На что Никита отвечает, что определенно будут некоторые декоративные вещи для убежища, которые не будут, по сути, влиять на игровой баланс, и вроде бы ничего полезного нести не могут. Хотя, возможно, что-то и будет полезное, что будет приносить какой-то профит в убежище, но сами должны понимать, что по большей части это будет все связано именно с какими-то украшениями для того самого убежища. Никита, ребаланс эргономики. Похоже, подтверждает, что эргономика постепенно будет влиять на скорость прицеливания и будет сочетаться с проблемой, которую люди часто описывали, теперь с оружием и броней, замедляющим повороты и передвижением. Честно, не понимаю, немного вопрос, но, в общем, ответ следующий, что ребаланс эргономики не связан с замедлением поворота и чувствительности. Касательно самой проблемы с скоростью прицеливания и броней, честно, не понимаю, о чем вообще западные комьюнити имеют в виду, но если это действительно баг, то он, по сути, поправится. А вот касательно изменений эргономики, мы, собственно, так плавно переходим к основным пунктам патча 0.10.5. Сразу же по поводу эргономики давайте поговорим. Эргономика на данный момент, по сути, в игре особо ничего не значит. По большей части она нужна только тогда, когда вы тюните оружие для механика, где он вам задает определенные попугаев эргономики, потому что на данный момент оно у нас измеряется в каких-то попугаях, которые должно оружие получить для того, чтобы сдать тот самый квест. Но, по сути, в игре эргономика должна влиять на поведение оружия в ваших руках. Чем меньше эргономики, тем сложнее вашему оператору ЧВК с ним обращаться. Медленнее его перезаряжает, медленнее его достает, допустим, из кобуры, если это пистолет, либо с плеча, если это основное оружие. Медленнее входит в режим прицеливания, доворачивает корпусом и тому подобное. Также в патче 0.10.5 показатели эргономики будут иметь уже процентное значение, точно так же, как это у нас было с отдачей. То есть модули будут показывать, на сколько процентов эргономика будет увеличиваться или уменьшаться у вашего оружия. Таким образом, общее поведение оружия в ваших руках будет зависеть от эргономики, массы оружия, состояния игрока, прокачку его умений и мастеринга того самого оружия. Чем выше все эти показатели, тем лучше оружие будет ощущаться у вас в руках. Далее касательно анимации медицины и употребления всевозможных напитков и еды. Применение всех вот этих вот вещей будут блокировать использование оружия, но есть возможность прервать ту самую анимацию. То есть вы либо лечитесь, либо стреляете. В зависимости от того, какой вы предмет будете использовать, вы либо не сможете бежать, возможно, в будущем вы не сможете идти. Ну, к примеру, если вы лечите перелом на ноге, мне кажется, это достаточно логично. Касательно бега, на бегу, я думаю, в принципе, можно, допустим, перемотаться очень быстро, то есть использовать бинт, но на бегу вы, к примеру, не сможете открыть, ну, не знаю, банку тушенки и ее съесть на бегу. В преддверии патча нам обещали показать кое-какую демонстрацию, что можно будет делать. Но по поводу системы здоровья нам говорят, что в патче 0.10.5, по сути, лечение будет таким же самым. Как только анимация заканчивается, у вас восполняется там определенное количество хитпоинтов. Но в будущем будет введена система регенерации, когда конкретная конечность, которую вы лечите, не моментально восстанавливается, а восстанавливается со временем. К примеру, за 60 секунд у вас должно восполниться половина, либо 70%, скажем так, прочности вашей конечности. Касательно искусственного интеллекта в этом патче, и нам обещают, что, опять же, будут боты себя вести более реалистично и интересно, и не будут использовать так называемую лекмету. Больше никогда. Да, лекмета это отстрел из дробовиков и тому подобного оружия, конечностей для ЧВКшника. То есть боты теперь будут стрелять, ну, либо в голову, либо в тело. Но если будет залетать в ноги, то это, скорее всего, какая-то шальная пуля. Ну и, естественно, касательно вайпа. Вайп к нам придет с патчем 0.10.5, но, возможно, оставит уровни владения оружия. То есть, по сути, мастеринг останется на прежних уровнях, но все-все-все скинут. И это печально, потому что хотя бы скиллы вы оставили, было бы гораздо интереснее играть с теми же самыми скиллами, которые ты выкачивал на протяжении трех месяцев. Ну ладно, в общем, грустненько. На этом у нас подробности грядущего патча заканчиваются, и сейчас мы рассмотрим некоторые скриншоты, которые у нас появились вчера в группе. Начнем мы с шлема мандалорцев Galactag. Это шлем, который разрабатывался совместно с одной из ведущих компаний производителя защиты на рынке Соединенных Штатов. Это компания AR500. Сам по себе шлем является частью баллистической брони в стилях именно мандалорианской брони из вселенной Звездных Войн. И, по сути, вся вот эта броня вместе со шлемом должна использоваться в страйкболе и в пентболе, но не более того. Однако, в некоторых источниках заявлялось, что данная баллистическая броня будет иметь и класс защиты против огнестрельного оружия. На вид, конечно, это не более чем первый и второй класс. Сам по себе шлем имеет несколько модификаций. Та, которая у нас была представлена на скриншотах, это модификация с боевым забралом и мандибулой, если это можно вообще называть боевым. То есть стекло плюс-минус первого класса защиты, который защищает прорези для глаз. Ну и сама по себе мандибула, думаю, тоже первого-второго класса защиты, и, наверное, второго будет максимум. Шлем сам по себе достаточно похож на обскорный шлем, соответственно, вот эту вот защиту, скорее всего, можно будет переставить на шлем Fast MT. Роль он будет исполнять такую же самую, как и Роунин в нашей игре. Это лежание у барахольщика на четвертом уровне отношения. Может быть, этот шлем появится на третьем, не знаю. Следующий это магазин для автоматического гранатомета, который у нас от АГС-17 «Пламя». Это 30-миллиметровый автоматический гранатомет. Такой небольшой пехотный вариант, который принят еще в 70-м году и поучаствовал в достаточно большом количестве конфликтов, начиная с войны в Афганистане, заканчивая текущей гражданской войной в Сирии. Следующий это глушитель для СВ-98. И не только глушитель, здесь целых три новых детали. Переходник для установки глушителя, сам по себе глушитель, а также чехол для того самого глушителя, для того, чтобы меньше создавалось всевозможных визуальных помех при нагреве прибора. На следующем скриншоте у нас представлена защитная куртка «Питаника Марк 4». Очень похоже, что данные защитные куртки будут все-таки не для ЧВКшников, а возможно мы их увидим на новых противниках в новой локации «Террогрупп Лаб». Как мы помним, что в этой локации будут обитать бывшие ЧВКшники, которые охотятся за такими же самыми ЧВКшниками, которые проникают на эту локацию. Ну и последняя это каска США-68, если я правильно понимаю. Достаточно тяжелый стальной шлем, весит почти полтора килограмма, который по сути имеет первый класс защиты. Очень похоже, что данный шлем будет на диких, потому что нормальный ЧВКшник такой шлем никогда себе на голову не наденет, уж лучше какую-нибудь шапочку. Она и то будет, наверное, защищать лучше. И, в общем-то, новая информация по игре на этом заканчивается. Надеюсь, то, что я сегодня вам рассказывал, было вам интересно и полезно. Делитесь в комментариях по поводу своих замечаний по ответам Никиты Буянова, либо по новым вещам, которые у нас появятся, возможно, в ближайших патчах. Для тех, кто впервые заглянул на наш канал и хотел бы дальше узнавать интересные новости и подробности по игре Escape from Dark, смотреть интересные видео и приходить на интересные стримы, подписывайтесь на нас. Благодарю всех за уделенное время и на этом я с вами прощаюсь. Всего вам лучшего, до скорых встреч и пока! Субтитры сделал DimaTorzok